МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Курзанское телевидение. Программа «Взгляд. Извенспился. События. Люди. Мнения». В студии Анна Гегер. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила изъять из поправок закону об образовании спорный пункт, который предусматривал, что дети, которые оказывают физическое и эмоциональное воздействие на других учеников, должны уйти на домашнее обучение. Решение об этом комиссию попросил президент Латвии Эгил Слэвиц. По мнению Лэвиц, домашнее обучение для таких детей практически невозможно, а значит, это будет означать фактически прекращение получения образования. Внимание президента привлекла и критика поправок со стороны омбудсмена Министерства юстиции, инспекции по защите прав детей, а также со стороны разных общественных организаций. 30 негосударственных организаций отправили письмо Сейму с призывом отказаться от этих спорных поправок. По их мнению, они будут провоцировать рост детской преступности, потому что такой ребенок будет больше подвержен рискам в семье и на улице. Кроме того, он будет отставать от школьной программы. Авторы письма призвали школы бороться не с детьми, а за достаточную поддержку для детей в школьной среде, которая должна стать безопасной для всех. Ежегодно в Венсплсе своевременно ведутся подготовительные работы, чтобы в городе создать праздничное настроение в преддверии Рождества. Чтобы все было сделано в срок, надсоздание проекта начинает работать уже осенью. По традиции праздничные огни зажигают в первый адвент, который в этом году выпадает на 3 декабря. Подготовительные работы начаты. Уже сделаны соответствующие закупки и заключены договора с несколькими предприятиями, которые занимаются установкой. Будут декорировать деревья световыми гирляндами. Около 500 деревьев. На данный момент пока нет возможности размещать гирлянды на деревьях, так как листья еще не опали. Но это не единственные декоры, которые будут установлены. Декорации, которые устанавливают на световых столбах, требуется время на их подготовку. Их проверяют и, если есть необходимость, ремонтируют, потому что те украшения, которые с прошлого сезона, там, возможно, что-то перегорело. Это можно исправить и использовать их снова. Коммунальное управление отвечает за все праздничные украшения в городе. Так как впереди еще государственный праздник, новогодний декор и огоньки на столбах будут установлены после 18 ноября. В связи с энергетическим кризисом и ростом цен на электроэнергию мы поинтересовались, будет ли в этом году значительно меньше украшений в сравнении с предыдущими годами. В этом году приняли решение. Будем смотреть по ситуации. Количество украшений в связи с ценами на электричество не уменьшаем. Их будет меньше, так как часть украшений уже отслужила свой срок, и их больше невозможно использовать. По большей части сохранится прежний объем украшений. Что касается новинок, в прошлом году был украшен большой музыкальный рояль, на котором можно было играть. Он был расположен на площади Леллес. А что в этом году? Предусмотрен новый декор. Их рассмотрела и одобрила комиссия по развитию городской среды. В основном этот декор будет расположен на площади Леллес. Он дополнит композиции у большой елки. Точно не буду рассказывать, что это будет конкретно. Пусть это будет сюрприз. До Рождества осталось 11 недель. Вскоре ответственные инстанции займутся еще одной важной задачей. В лесах Северокурземы выберут главную елку. В прошлом году главная городская елка была длиной 18 метров. Завершился фотоконкурс «Приключения малыша» в Венспилсе в рамках программы «Венспилс. Дружественный для малыша город». Конкурс проходил с июня до конца августа. Для участия надо было прислать фотографии своего ребенка в возрасте до трех лет. Всего в конкурсе участвовали 42 фотографии. Программа для малышей началась в 2018 году. И главная ее цель – идентифицировать то, что следует улучшить в городе, чтобы мамы с детьми чувствовали себя в городе по возможности как можно лучше. Это касается не только инфраструктуры, доступной скамейки и низкие бордюры, но и здоровья и образования. Как обычно, фотографии, присланные на конкурс, оценивало специальное, созданное для этой цели, жюри. Предпочтение было отдано тем фотоснимкам, на которых были запечатлены узнаваемые городские объекты, показаны возможности для отдыха и туризма, а также принималось во внимание соответствие темы, оригинальность и качество фотографий. Фотоконкурс организуем круглый год, а участники награждаются раз в три месяца – весной, летом, осенью и зимой. Сегодня награждали летние фотографии. Третье место получило приз в размере 50 евро, плюс посещение аквапарка. Второе место получило 75 евро, а первое место получило 150 евро. Самую высокую оценку жюри получила фотография, присланная мамой Зане. На втором месте фотография, присланная мамой Солдиты. А третье место по голосованию жюри получило фотографию, которую прислала мама Лита. Это уже второй фотоконкурс, когда одна из участников становится лауреатом уже во второй раз. Также и сегодня обладательница третьего места в прошлый раз получила второе место. Это радует. Очевидно, есть стимул и уже набит глаз на самые интересные ракурсы в городе, чтобы понравиться жюри. Сложно ли было выиграть? Мне кажется, нет. Если все время фотографировать и нравится это делать, если ребенок чувствует себя комфортно, он позирует, тогда все просто. Делаешь фото и отсылаешь на конкурс. А какие условия? Надо выбрать только одну фотографию? Да, мне было сложно выбрать. Было много фотографий, но позы схожие. Спросила совета у семьи, что лучше выбрать. И так мы совместно выбрали одну фотографию. Жюри выражает благодарность всем участникам конкурса за присланные фотографии, а также приглашает присылать фотографии на следующий конкурс, тема которого «Малыш встречает золотую осень в Венспелсе». Правила конкурса остаются прежними. Участвовать в конкурсе приглашаются семьи с детьми до трех лет включительно. На фотографии помимо ребенка должен быть один из узнаваемых объектов города. Венспелс IT-вызов. Так называется организуемый в Венспелсе конкурс с участием команд со всей Балтии. Школьники, увлекающиеся IT-технологиями, соревнуются в четырех возрастных группах за серьезный денежный приз. Подробнее в сюжете. Уже седьмой раз организуется международный конкурс «Венспелс IT-вызов-2022». Организатор конкурса Венспелский дигитальный центр разработал модель для привлечения школьников первых 12-х классов, предлагая им очень интересным способом доказать свои возможности и знания в сфере технологий. «Когда мы только начали проводить конкурс, думали над тем, как сделать так, чтобы о конкурсе знали не только в Латвии, но и в других балтийских странах. Поэтому нашли стабильных партнеров и в Литве, и в Эстонии, и они до сих пор с нами. И в этом году к нам присоединились новые партнеры. Это научные и инновационные центры по всей Латвии. Они присоединились к нам, потому что тема нынешнего конкурса «Венспелс IT-вызов» приглашает экспериментировать. А эксперимент – это основа деятельности научных центров. До 13 ноября еще есть время, чтобы любая группа школьников по всей Латвии сформировала свою команду. Финал конкурса пройдет в «Венспелсе». И это будут несколько увлекательных дней в нашем городе. В каждой возрастной группе на каждом этапе свой эксперимент. Например, в группе А эксперимент с водой. Ну и, конечно, он связан с IT-технологиями, ведь наш конкурс называется «IT-вызов». В B-группе – эксперимент с социальными медиа, в сотрудничестве с Визиумом. А в группе C – космос. Если бы мне надо было выбирать, я бы выбрал группу C. Им достается очень интересный эксперимент – посадить на поверхность Марса яйцо. В C-сесе находится центр познания космоса, поэтому эта тема и досталась им. В группе D эксперимент связан с предпринимательской деятельностью. Их задание – найти решение мотивации молодежи. Тему мотивации им надо найти самим, разработать бизнес-решение. Конкурс технологии «Венспелс IT-вызов» проводится благодаря поддержке многих партнеров, поэтому призы очень ценные. Они предусмотрены для первых трех мест в каждой группе. Самый большой приз – 1600 евро. Члены команды смогут разделить между собой после победы. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Венсполское коммунальное управление информирует о начале акции по бесплатному вывозу опавших листьев. Напоминаем, что данная услуга предусмотрена для венсполщан, физических лиц, к домовладению которых прилегает территория. Листья надо собрать в мешки, вес которых не должен превышать 25 килограммов. Затем подать заявку в коммунальное управление на их вывоз, указав точный адрес и место нахождения мешков. Централизованный вывоз мешков с листьями продлится до 15 ноября. Заявку на вывоз мешков с листьями подавать в коммунальное управление, позвонив по телефону 636-24-269 или по электронной почте В связи со стремительным ростом цены энергоресурса, государство приняло закон о компенсации. С 1 октября можно подавать заявление на получение компенсации по энергозатратам. Это можно сделать электронно на портале www.epocal.pl.lv или заполнить заявление на месте. В Венсполсе это можно сделать в Венсполском дигитальном центре, в главной библиотеке, в Парвентовской библиотеке или в Венсполском социальном центре. Все работники прошли обучение и могут оказать помощь в правильном заполнении форм заявления.